Ремонтные работы в Мурманской области в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды завершены. И под конец года нужно подвести итог, как справились с поставленной задачей. Глава города Андрей Сысоев и ситименеджеры Евгений Никора осмотрели самый большой отремонтированный двор в Заполярной столице. Эта дворовая территория на героев Рыбачева серьезно преобразилась. В рамках нацпроекта здесь уложили дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах, установили детские и спортивные площадки, обустроили парковки. Здесь появилось новое освещение, контейнерные площадки, ливневые канализации и ограждения. Работа получилась по-настоящему масштабной. Еще в прошлом году, летом, я встречался с жителями этих дворов. Мы подробно обсуждали, так скажем, проект, как это будет выполнено. И, конечно, все пожелания жильцов были учтены при выполнении вот этих вот работ. Также подрядчик вне проекта по просьбам жителей положил асфальт и на проезжей части в соседнем дворе, при этом не взяв за работу денег. Вот только несмотря на добрые дела, рабочим все равно придется выплатить штраф. Покрытие на некоторых участках не прошло проверку по качеству. И часть работ, например, связанных с установкой ограждений, компания в срок не выполнила. Задержка в сроках выполнения контракта связана со срывом сроков поставки ограждения. То есть это вот опять, как у нас в другом дворе по опорам проблемы, здесь у нас по ограждению. Поставка ограждения поставщик подвел нашего подрядчика. Несмотря на то, что мы подрядчика накажем, хотелось бы одновременно ему сказать спасибо. Он тут некоторые подарки дополнительные мурманчанам преподнес. Это связано с дополнительным тротуаром, который обустроен, увеличена вообще площадь асфальтирования. Некоторые отрицательные пункты в программе благоустройства, связанные с подрядчиками, не должны повлиять на желание горожан участвовать в проекте в 2021 и будущих годах.